Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование блаженного фефилакта архиепископа болгарского на Новый Завет, часть 38. Толкование на послание евреям, 6.1. Или еще можешь понять это в таком смысле. Так как казалось, что они хромали в отношении поведения, то теперь говорит им о жизни безукоризненной. Как бы так говоря, не должно вам всегда вращаться около начала, то есть поучаться в вере, подобно новообращаемым, но должно стремиться и к совершенству, то есть к лучшей жизни. Комментарий Игнатия Лапкина. Поучаться в вере? В какой вере? Конечно, в той, какую оставил нам Спаситель и какую будет искать на земле, когда явится второй раз, придя за церковью. Лука, 18.8. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Об этой вере мы познаем из Священного Писания, через чтение Библии и через проповедь по Слову Божию. Римский император Тит жаловался своим друзьям, что он напрасно прожил сегодня день, ибо не научился ничего новому и никому не сделал добра. Тем более это касается христиан. Христианские учителя восклицали, спешите делать добро. Вера во Христа по учению в вере есть дело, полагающее основание всем нашим добрым делам. Иоанна 6.29. И Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Экклесиаст 4.17. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Ибо они не думают, что худо делают. Если люди думают в храме Божием только отстоять богослужения, то, цитата, они не думают, что худо делают, не поучаясь в вере. Если священники приходят только для того в храм, чтобы совершить богослужения и требы, а не для того, чтобы научить людей вере, научаясь через это сами, то, цитата, они не думают, что худо делают. Толкование на Евреям 6.4.6. Ибо сначала всякий раскаивается в прежней жизни, потом крестится. Так, как и сам Он выше сказал, обращение от мертвых дел. И из последующего ясно, что Он отрицает вторичное крещение. Евреям 6.7. Толкование. И еще. Поток Божий полон воды. Псалом 64.10. То есть, тот, кто получил от Бога дар к научению других, исполнился вышних вод или даров. Здесь он дает понять, что те и принимали, и пили слово, и часто удостаивались его, и, тем не менее, не получили от того пользы, что и выше сказал. Судя по времени, вам надлежало быть учителями. Комментарий Игнатия Лапкина. Какой мелодией звучат эти слова из уст блаженного Феофилакта, что слушатели пили слово. Приходящие в православные храмы могут пить десятилетиями все, что они видят, чему научаются друг от друга, но сказать эти слова они никогда не смогут, что они в храме пили слово. Толкование на евреям 8.3. Если же кто попытается примирить это пустыми рассуждениями, которые мы и сами слышали, то я все-таки не вижу, как он освободит себя от упрека в невнимательном чтении писаний. Комментарий Игнатия Лапкина. Кто будет читать наши комментарии, просим соотносить их только со Словом Божиим и со сказанным блаженным Феофилактом и не обижаться. Каждому священнику, каждому православному мы на каждое их возражение и поношение скажем. Не вижу, как он освободит себя от упрека в невнимательном чтении писаний. Евреям 8.6. Толкование. Ибо неблага земные и неблага в потомстве и невногочадии, но Царство Небесное обещано соблюдавающим Евангелие. Итак, не будьте малодушны, обетование Евангелия лучше, неразумно унывать тем, кто имеет лучшее. Комментарий Игнатия Лапкина. Ни в одном месте Писания нет даже намека на то, что люди, преневрекшие Библией, будут спасены. Что часовые моления людей, отвергающих Священное Писание, будут приняты Богом. Что жизнь тех, кто не выходил из храма, кто принял монашество, кто был священником, но не хотел слушать Слово Господне, что такая жизнь будет угодна Господу. Царство Небесное обещано соблюдающим Евангелие. Рассуждая от обратного, легко заключить, что Царство Небесное не обещано не соблюдающим Евангелие. Притчи 28.9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Псалом 118.113. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Царство Небесное обещано только соблюдающим Евангелие. Толкование на Евреям 8.10. Это совершено было через Евангелие. Комментарий Игнатия Лапкина. Через какие книги, научаясь из них, люди становятся православными? Можете провести опросы и убедиться, что едва ли на тысячу найдется один человек из тех, кто посещает храм, который пришел через Евангелие. И что он может указать определенное место Писания, через которое он услышал голос Божий и обратился ко Христу. Когда мы ссылаемся ныне на определенные тексты Библии, называя книгу, главу и стих, то нужно на это место смотреть не как на строчки и буквы. Но помнить о их происхождении, кто и когда их сказал впервые. Если сегодня гонитель христиан прочитает слова Христа, сказанные им к лютому гонителю Савлу, то эти слова и нужно воспринимать как слова, сказанные самим Спасителем и запечатленные на бумаге ныне. Во всех народах культивируется авторитет родителей, отца и матери, давших жизнь. Если мы духовно родились от Евангелия, и Слово Божие было для нас семенем, которое Создатель положил в нашу душу, то наше почтение, благоговение и благодарность прежде всего и превыше всего будут направлены к Богу и к Евангелию. Римлянам 10.17 Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Евангелие Таана 15.3 Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедал Вам. 1 Петра 1.23 Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. А это семя, Слово Божия, во всей чистоте сохранила для нас Церковь Христова, Соборная и Апостольская. Толкование на Евреям 11.4 Так как вера великое дело и требует мужественной души, между тем верующие евреи стали немощны. И хотя в начале они проявили веру, но впоследствии под влиянием постоянных скорбей предались малодушию, то он ободряет их сначала собственным их подвигом, затем писанием сказав. «Праведный верою жив будет», далее соображениями говоря, «Вера же есть осуществление ожидаемого, теперь ободряет их примерами великих ветхозаветных мужей». Толкование на Евреям 12.14 То есть чистоту, если кто безбрачен, хотя сохраняя девство, если же в браке, то целомудрие. Не потому, что брак есть святыня, но потому, что вследствие законного отношения сохраняет неповрежденной святыню от крещения. Толкование на Евреям 13.17 «Да слышат наставники, что как народ должен повиноваться, так и священник должен неусыпно заботиться о народе, так как ему предстоит дать отчет за грехи их. Если ты покоряешься, говорит, и угождаешь наставнику своему, то ты облегчаешь для него бремя заботы о тебе, так как он радуется твоему повиновению. Если же поступаешь бесстыдно, то хотя он и в таком случае будет заботиться о душе твоей, но если только ты не загладишь своего неповиновения, он будет воздыхать за тебя пред Богом, что для тебя бесполезно». Комментарий Игнатия Лапкина Вот какие слова говорит святитель Дмитрий Ростовский о служении пастырей. Первому ветхозаветному архиерею Аарону Господь Бог повелел сделать святительскую ризу, на подоле которой должны были находиться золотые звонцы. Цитата «Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лице Господня и когда будет выходить, чтобы ему не умереть». Исход 28.35 Дивно было украшение этой ризы с позвонками, но еще более дивно то, что архиерея ожидала смерть, если бы архиерейская риза не имела позвонков. Дабы слышен был сказан от него звук, чтобы ему не умереть. Мы знаем, что все ветхозаветное было прообразованием новоблагодатного, и ветхозаветное священство было прообразом нашего священства. Звонцы же, издающие звон по толкованию святого Григория Двоеслова, знаменовали голос святительского учения. Означали, что архиерей, как и иерей, не должен быть немым и должен провозглашать уже не звонцами, а устами и языком, уча и вразумляя людей Божьих по увещанию апостола. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 2 Тимофею 4.2 Звонцы были золотые, и из священнических уст должны исходить золотые слова о богоугождении, о святой и праведной жизни, о любви к Богу и ближнему. Слова золотые, а не оловянные, то есть полезные, а не бесполезные, честные, а не бесчестные, любовные, а не враждебные, не оскорбительные и не гнилые. Не имеющий этих золотых духовных звонцов разума и книжного познания, не стяжавший духа премудрости и не способный к учительству служитель Божий и пастырь душ человеческих нем, а вместе и мертв. Ибо как ветхозаветного святителя, если бы он дерзнул войти во святилище без звонцов, ожидала смерть, так и новоблагодатным архиереям и иереям, дерзающим принимать на себя со многими происками сам духовный, но не имеющих звонцов разума и премудрости духовной, не могущим получать Христово стадо, предстоит некая особая смерть, не телесная, а духовная, ибо они почитаются Богом мертвыми. И каждому из них он говорит в апокалипсисе «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Откровение 3.1 Мертв пред Богом тот, кто только носит имя и сам пастыря, а обязанностей пастыря не исполняет. Обязанность же пастыря прежде всего заключается в том, чтобы поучать полезно, уничтожая человеческие грехи и наставляя на путь спасения. Вот что говорит Бог пастырю «Взывай громко, не удерживайся, возвызь голос твой подобно трубе и укажи народу моему на беззаконие его». Исайя 58.1 «Если же ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». Иезекииль 3.18 «Как бы своей рукой убивает грешника тот, кто не старался увещевать его и отклонить от грехов его, молчащий язык пастыря является как бы мечом, убивающим душу грешников». Поэтому и апостол говорит о себе «Горе мне, если не благовествую». 1 Коринфянам 9.16 «Горе молчащему пастырю, горе языку его, не проповедующему Слово Божие и неучащему». Цитата «Нехорошо архиерею не иметь в устах своих слова, называться учителем и не учить, носить на мантии источники и не источать уст учения, именоваться пастырем, а не предлагать пажити своим овцам, носить на себе чин апостольский, а не благовествовать по-апостольски». О таких пастырях святой апостол Павел говорит «Горе мне, если не благовествую». 1 Коринфянам 9.16 «Но еще горше архиерею не иметь доброго жития, взирая на которое люди получали бы пользу». Ибо если много может принести пользу учительное слово, исходящее из уст архиерейских, то еще более может принести всем пользу его добрая жизнь, так как голос дела звучит сильнее, чем голос слова. «Слово слышно только предстоящим, дело же проповедуется до концов земли. Пусть ты носишь на языке своем мед сладкогласие, но если имеешь в сердце желчь грехолюбия, твое слово будет недейственным, подобно грому без дождя, бывающему в облаках». Какая польза от этого облачного грома, если нет дождя, изливающегося на жаждущую землю? Какое умиление душам от голоса учителя, если он не помогает и делом? «Говорящий доброе, а делающий злое, более соблазнит, чем научит, и от всякого услышит притчу. Врач, исцели самого себя!» Лука 4.23 Святитель Дмитрий Ростовский Святитель Дмитрий Ростовский